Документ для создания общества, для создания этого движения. Дело в том, что у меня был определенный опыт в этой сфере. Я работал в движении «Наш Дом Россия». Мы занимались и писали программу движения с Проловым Александром Владимировичем, доктором политических наук. Ну и не только для этого движения, писали и для других. Поэтому, что из себя представляет программа партии, предвыборная платформа и так далее, знаем, потому что сами это писали. В данном случае документ для стартовой позиции вполне нормальный и достаточный. Основные мысли там выражены. Конечно, в процессе развития движения предстоит написать и программу без отслуг, более детализированную, потому что иначе будут общие слова и далеко не все и не все поймут. Детальная программа будет нужна. Нужна будет и предвыборная платформа, но это, так сказать, у вас все впереди. Потому что бороться за голоса избирателей надо конкретно, предлагая конкретные вещи, обращая внимание на болевые точки. И вот эти болевые точки надо как раз и освещать народу и показывать, как вы будете выходить в этой системе. Так что, в принципе, поздравляю сначала. Это дело стоящее, хорошее. Мысли заложены правильные. А теперь о сути и о самом главном. Я эту мысль высказывал неоднократно. И в интервью разных, и вот на последнем «Россия и Армения» в нашем собрании. На мой взгляд, под армянами, как под нацией, есть три столпа, на которых держалась нация всегда. Первый – это религия. Она все время сохраняла армян как народ, как нацию. Да, религиоза все пала. Да, во главе, ну, я помню, двух католикосов. Возген – это был святой человек. Нынешний католикос, конечно, в своей духовной популярности уступает. Он прекрасный строительный, он прекрасный организатор. Он очень хорошо и чмель, и восстановил, и так далее. Все это хорошо. Но у духовного лидера главное – это то, что его мысли отражаются в сердцах народа, в сердцах его паства. Вот с этим, конечно, сложнее. Да, мы очень много все потеряли в плане религиозности. Все потеряли. И армяне, и русские. Русские, наверное, еще в большей степени. Но, тем не менее, мы возвращаемся на круги своя, возвращаемся к нашему пониманию мира с точки зрения той религиозной составляющей, которая лежала под нашим народом, как под будущей нацией, существовавшей и достаточно успешной, пока она опиралась на эти ценности, от которых мы потом отказались, как вы знаете, мальчевики и так далее, расстреливать попов и прочее, прочее. Вот все, так сказать, проходили. Вот он, первый главный ступень. Вторым столпом армянской нации, знаете ли, действительно был Карабах. Это объединяло армян как нации. Меня очень поразило, что, на что я не обращал внимания раньше, я не занимался внутренним проблемами Армении, ну, то есть политическими проблемами, считал, что мне, как русскому человеку, вторгаться в сферу политики внутренней Армении нехорошо. Это вмешательство внутренних дел. Ну, чисто российская позиция. Ущербная, к сожалению. Так и приходят к власти совершенно опасные личности, без попытки что-то поправить и что-то объяснить. А мы обязаны были и что-то поправить, и что-то объяснить. Американцы бы не остановились. А мы вот, международное право и так далее. Но, тем не менее, так и получилось, что Карабах был предан практически в себе. Самая прорусская часть Южного Кавказа. Место, где каждый молодой человек говорил на хорошем русском языке. Ну, мне потому и нельзя в Азербайджан уезжать, что я был в Карабахе. Ну, наверное, Виктор Кривопульский больше и чаще был, чем я. Но это произвело огромное впечатление на меня. Все эти поездки удалось поездить по всему Карабаху. Для меня Ганзасар – это просто святое место. И ничего, в случае его разрушения, разрушения этих старинных и прекрасных монастырей, которые на территории Карабаха с незапамятных времен существуют. Это разрушение, это потеря не только для армян, для всей мировой культуры. Это ведь главное, что лежит под нацией строительством любви. И вот это сейчас потеряно. Да, эти варвары не будут беречь армянского наследия. Ну, обзывают памятник и Албанскому и так далее, но хоть при этом не разрушают. И на том спасибо, что называется. Но единственное, да, действительно Россия оказалась в дурацком положении, в подвешенном положении. После заявления о взирмайджанской принадлежности Карабаха, видимо, под настоянием западных кураторов нынешнего режима. И оно, конечно, сказалось. Миротворцы оказались просто наблюдателями. Никаких функций, ничего. Все отобрано. Что они могли сделать? Ну, наверное, безопасно дали возможность выехать в Карабах, сам охраняя их. Но это не лучший был выход. Россия, оказавшись, не закончив сирийскую войну, вынуждена была вступить в специальную военную операцию на Украине. Это напряжение, огромная сила. Ну, как мне было сказано, людьми достаточно высокого уровня и компетенции у Родины нет сил. Было. Мне это выслушать было обидно, скажу вам честно. Потому что терять влияние в Карабахе, да и в самой Армении, терять влияние на Кавказе и так называемом Южном, это значит, что с летом пойдет в Северный Кавказ. По Волжье, в Сибирь. Ведь партуранизм, это же идея, которая до сих пор там является основной в Турции. Каждый пацан со школьной скамьи знает, вот он, дюркский мир, вот его карта, она в учебниках. Та карта, которую Дерлет Махчели дарил Эрдогану, она же из школьного учебника. И там ничего особенного в этом нет. Это знает каждый турок. И это их мечтатнее, так называемое, идеалистическое очаги. Это очаги идеала. Что такое идеала? Создание великого Турана. На этой базе были выстроены отряды серых волков. Якобы запрещенные. Мы знаем, что это далеко не так. А уж Германия, Голландия, они просто процветают. Десятки тысяч ребят, воспитанных на этом. А в Турции они просто проходили боевую подготовку. Так же, как и их союзники из исламистов, тогда же партии национального спасения. Акинджи их называли. Что такое Акинджи? Это те самые отряды, которые до вторжения османской армии, наводили террор на все местное население, которое потом будет захвачено. Вот так назывались молодежные отряды, в которых начал свою карьеру Леджак Таим Артаган. Сначала на низовых организациях, потом отзывал Стамбульскую организацию и так далее. И стал мэром Стамбула и прочее. Так вот сейчас в нем и соединился религиозность, соединился и пантергизм. Угрожает он не только Армении. Вот сейчас турецкий мир, так называемый, у них нет слова тюрки, турки и все, все турки. Турецкий мир был разрезан. Армения и Нагорный Карабах отрезали его от всего Османской империи, потом Турецкую исполнику, от всего тюркского мира. Сейчас Карабах уничтожен. Дорога открывается. Сюник – вековая мечта. Дорога через Сюник. Почему иранцы против? Да у них за пропаганду по тюркизму дают тюремный срок в соответствии с уголовно-профессиональным кодексом грамм. И это, в общем, правильный подход. Они знают, чего боятся. Но мы же почивали на лаврах, думали, никто от нас никуда не денется. Ну все так взаимосвязаны, республика и так далее. Делись десятки тысяч молодых людей в тюркских республиках. Получили образование в турецких лицеях, в свое время созданных Фетхулахом Гюленом. Потом идея была другими перехвачена. 26 тысяч молодых людей получили высшее образование в турецких университетах. Турки, так называемые, узбекские, кирбинские, казахские и так далее. Татарские, крыско-татарские и прочее. Вот это основа, та идейная основа, на которой они обосновались. И сейчас они диктуют. Это новое поколение пришло во власть, в бизнес во всем постсоветском пространстве. Это крайне опасно. 56% для России теперь уже. Не только для Армении. 56% российской территории – это национальные образования автономные. И из них большая часть тюркоязычные. Слава Богу, не мусульманские. Так что для России это непосредственно опасность. Не более та самая карта. Как раз эти земли и включают. Вплоть до Тихого океана и народов севера. Там тоже есть или тюркоязычные, или так называемые представители туранских народов. То есть уральская семья. А что там делает сейчас в Венгрии, в Тюркском союзе? Да это же туранская идея. Первые клубы туранские, которые дали ход по тюркизму, были в Финляндии и в Венгрии. Вот поэтому они там и наблюдали. Так что, как видите, потеря Карабаха – это потеря второго столба. Армянской сущности, национальной сущности. А третье, третий столб – это, конечно, память о геноциде армян и требование признания геноцида и осуждения преступления. Не поддерживают там Израиль и так далее. Кто-то вот Эрдоган нам говорит, вот мы никогда, ничего таких, у нас никогда не было геноцида. И Израиль молчит. А почему? А не признают он геноцид армян. Признают отдельные евреи, самые мудрые из них, которые говорят, с этого началось. Если бы наказали за преступление, и Холокостовы, скорее всего, не было. Но вот, как видите, хотят сейчас у Пашиняна, конечно, следующее, от чего он откажется – это от требований признания геноцида. Вот он, третий столб армянства и армянской нации. Вот мне так это представляется. И, конечно, то, что он готовит, а он готовит, он еще до прихода к власти говорил, что надо забыть это все. Новые турки, новый народ, новое мышление, все совсем по-другому, ничего подобного. Ничего там не изменилось. И пока не наказаны преступления, пока нет покаяния, не может быть речи о выстраивании каких бы то ни было отношений в будущем. Это антиармянское настроение, железное, в самой Турции. Про Азербайджан и говорим, и не только антиармянское, и антирусское заодно. Но если отказываться от того, что является опорой армянской нации, придется отказываться и от культуры. И потом и ревань, про которую говорит азербайджанская, и ревань. Это слова, извините, президента Азербайджана. Вот, дескать, вот надо бы и вернуть этот западный Азербайджан. И вот тогда они и будут возвращать его. Ставится под удар вообще существования Армении. Поэтому те задачи, которые движение ставит перед собой у вас, это движение спасения. Спасение армян как нации. Спасение армянской культуры. А ведь армянская культура сделала огромный вклад и в русскую культуру. Мы же впитываем все самое полезное, что было всегда в империи, в Советском Союзе. Это часть русской культуры, никуда от этого не денешься. Да, что-то взяли и армяне из русской культуры. Но так было всегда. И, конечно, задача, которую вы ставите, задача совершенно правильная. А вся проработка и так далее, это вопрос, конечно, будущего. Уверен, с этим справитесь. Московитых людей хватает, у армян похлеще, чем у некоторых соседей. Они, по крайней мере, армяне не перевирают никогда историю. Ну, находились там какие-то, но это редкость. А турецкая история, она вся на мифологии. Азербайджанская вся на мифологии. Армяне чётко изучают документы, древние языки и так далее. И на этой основе показывают, откуда они взялись, что, к чему и как. И это крайне важно. И вообще, я не вижу себе и нашего будущего, будущего России, без Армении в нашем тесном союзе. И спасибо вам, что вы взялись за эту крайне важную, сложную, но крайне важную задачу. Дай Бог вам успехов в том, чтобы вас поддержал народ Армении, ополнившись от того дурмана, которому ему вскружили голову. Спасибо.